Приветствуем всю нашу аудиторию. Здравствуйте. Сегодня у меня есть возможность пообщаться с журналистом Иваном Яковиной. Иван, добрый день. Добрый день. Перед тем, как мы начнем, я сразу хочу попросить всю нашу аудиторию подписаться на YouTube-канал Ивана Яковины. Обязательно это сделайте. Ссылка будет в описании, вы ее найдете. И, конечно же, на мой YouTube-канал подпишитесь тоже. Буду благодарен. Оставьте комментарий и поставьте лайк авансом, так, чтобы это видео увидело как можно больше зрителей. Одна из главных тем, Иван, последних дней – это, безусловно, иммобилизация в России и так называемые референдумы на временно оккупированной территории. Я предлагаю с них и начать. На ваш взгляд, для чего России нужен этот инструмент? Если до этого много лет… Да, Россия скрывала свое участие за якобы какими-то там народными, псевдонародными республиками. После того, как 24-го полномасштабная открыта уже вошла. Тем не менее, ранее этот инструмент не использовался на оккупированных территориях, кроме Крыма. Почему сейчас нужен этот инструмент? Для чего? Ну, я так понимаю, Россия сейчас решила до 15 ноября завершить войну своей победой. И поскольку других особо способов нет, военных способов победы нет, то она решила применить все эти дипломатические, юридические, какие угодно способы для того, чтобы оформить эту победу до 15 ноября. Собственно, поэтому сейчас пытаются использовать… Ну, просто все карты на стол, что называется, зашли с козырей. Сейчас это последняя игра, так сказать, все ставки брошены, сделаны. И больше мы… Круче, чем это, мы уже ничего не увидим, ну, разве что ядерное оружие. Новая волна санкций будет применена к России вследствие проведения так называемых референдумов? Ну, что-то, конечно, будет, но я думаю, что самые главные санкции сейчас – это уже не какие-то экономические меры, а поставки более современных видов оружия. Потому что, ну, экономика, как мы видим, не работает уже. Потому что, опять же, Владимир Путин ударился во все тяжкие, его уже ничего не остановят в плане экономическом. Поэтому надо понимать, что единственные меры воздействия на него могут быть только, конечно, военного характера. Такие, как вот… Кстати, американцы только что приняли очередной пакет военной помощи. В Украине туда, например, включены поставки новых «Хаймерсов». То есть 16 штук уже есть, будет их еще больше. Сколько неизвестно, ну, может быть, 26, не знаю. 15 ноября – дата, которую вы упомянули. Почему именно она? В этот день начинается саммит «Большой двадцатки» на Бали в Индонезии. Китай, Индия на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде дали явно понять, ясно дали, публично причем дали понять Владимиру Путину, что они требуют от него как можно более быстрого завершения боевых действий в Украине. Вообще войну они хотят прекратить, потому что эта война очень дорого обходится им самим. Сейчас экономика китайская особенно не в самой лучшей форме, индийская тоже начинает буксовать. Из-за чего? Из-за того, что они теряют рынки сбыта на Западе. На Западе высокая инфляция, люди меньше покупают, перепятают. Это же главный рынок сбыта и китайских, и индийских товаров – это Америка и Европа. Так вот, чтобы этого не было, они начинают требовать от России уже, причем громко требуют, публично требуют прекратить боевые действия, войну. Неважно как, как хотите, так и заканчивайте. Потому что если бы вы быстро победили Украину, они говорят, ну нам бы плевать было бы на самом деле, это ваши разборки. Но сейчас ваша война, весь мир, все экономическое развитие всей планеты подрывает. Поэтому быстро, два месяца на завершение всех вопросов есть. Если за два месяца Россия не закончит войну тем или иным способом, то Индия и Китай, я подозреваю, они будут присоединяться к западным санкциям, ну либо введут свои собственные санкции, например, перестанут покупать российскую нефть. Турция, кстати, туда же, потому что Турция придерживается той же позиции, и она тоже присутствовала на Шанхайской организации сотрудничества и будет присутствовать на Большой Двадцатке. То есть сначала Путин сцепился с так называемым коллективным Западом, не получилось у него, а теперь уже и коллективный Восток к нему подходит и предъявляет ему кретензии, говорит, что так, хватит. Мы понимаем, мы понимаем, что там демократия, нацисты, вот это все нам неинтересно, нам, мы про деньги. Вот мы начинаем терять деньги из-за твоей всей этой фигни. И если ты это не прекратишь, ты очень пострадаешь, мы тебя накажем за это. Продолжение следует...